Здравствуйте! Сегодня я покажу несколько основных приемов моделирования на полочке, которыми сама пользуюсь. Но сначала построим простой отложной воротник, который тоже можно моделировать. Берем нашу выкройку платья. Сначала измеряем длину края горловины. Портновскую ленту ставим на ребро и прикладываем на выкройке вдоль края горловины, спинки и полочки. Суммарно получилось 28 сантиметров. На листе бумаги чертим прямую линию длиной 28 сантиметров. Слева вверх проводим перпендикуляр. Ставим точки А и П, полочка. От точки А вверх откладываем 1,5-2 сантиметра. Ставим точку В. Соединяем ее прямой с точкой П. Делим полученную линию на 3 равные части. 28 разделить на 3,9,3 сантиметра. Ставим точки В1 и В2. От точки В1 вверх поднимаем перпендикуляр высотой полсантиметра. Соединяем эту точку с точкой В. Затем с точкой В2. У третьего отрезка находим серединку и опускаем от нее вниз перпендикуляр на 2 миллиметра. Ставим В3. Соединяем В2, В3 и П. Плавно отрисовываем эту кривую. Получили линию пришивания к горловине. От точки В вверх по вертикали откладываем высоту воротника. Я хочу воротник 10 сантиметров. Ставлю точку Г. От точки П проводим перпендикуляр, который равен высоте воротника плюс 1 сантиметр. Получается 11 сантиметров. Ставим точку Г1. Соединяем точки Г и Г1 прямой линией, продляя ее вправо на несколько сантиметров. Откладываем на продлении 2-3 сантиметра. Ставим точку Г2. Точки П и Г2 соединяем прямой линией. Получили выкройку половинки воротника. На высоте около 3 сантиметров от точки В на ткани получится сгиб отложного воротника. Уголок может быть скругленным. Немного или много. Уголок может быть острым по моде 70-х. Если сделать его высотой всего сантиметра 4, получится воротничок-стойка, который тоже может быть скругленным. Рассмотрим варианты моделирования лифа путем переноса выточки. Я сделала несколько нарисованных от руки образцов для показа. В старину, лет так 50 назад, базовая выкройка строилась с нагрудной выточкой в боковом шве. Сейчас мастера дают выкройку с выточкой на плече. Не имеет принципиального значения, где она располагается на базовой выкройке. При моделировании мы переносим ее туда, обратно и еще в десяток других мест. Итак, я хочу перенести выточку на старый манер в боковой шов. Черчу горизонтальную линию новой выточки, разрезаю, закрываю, закрепляю скотчем. Перенести выточку можно в пройму, в ее линию изгиба. Это около 10 сантиметров возможностей. Разрезаю, закрываю, заклеиваю. Если шьем платье трапецию, то нагрудную выточку переносим в талиевую. Разрезаем полочку от вершины выточки до самого низа. Закрываем нагрудную выточку, открывается талиевая. Если не хотим слишком пышную трапецию, нагрудную выточку закрываем не до конца. Точно так же моделируем блузу. Если шьем отрезное по талии платье, нагрудную выточку можем перенести в талиевую. Переносим линию отрезания лифа на несколько сантиметров ниже. Разрезаем отрезок между талиевой и нагрудной выточкой. Закрываем прежнюю. Получившиеся по линии талии и зазор присобираем. Получаем отрезное платье с напуском. Есть еще так называемая французская выточка. Она переносится вбок в отрезок между линией талии и линией бедер. Вот так. При этом вершину новой выточки опускают по оси на 2-3 сантиметра. Ставят точку и прочерчивают новую выточку. Для большого бюста модельеры рекомендуют французскую выточку делать скругленной. Сначала чертим прямую линию до той точки, куда выводим выточку. Ниже чертим дугу, отходящую от прямой на несколько сантиметров. Разрезаем по дуге. Закрываем на плечо. Смещаем внутрь вершину. Отрисовываем новую выточку. Запас ткани из округлой выточки надо вырезать. Он не будет лежать аккуратно. На отрезных платьях французская выточка может объединить нагрудную и талиевую выточки. Сначала рисуем округлую линию, как обычно. Затем раствор талиевой выточки прибавляем к низу дуги. Отрисовываем вторую, более крутую дугу. Вырезаем полученный серпик. Закрываем верхнюю выточку. Закрываем нижнюю выточку. Ну и не забываем опустить на 2-3 сантиметра вершину новой выточки. Я всего один раз шила спортивную трикотажную кофту с округлой французской выточкой, выходящей в талию. Ссылка на то видео сейчас в подсказке сверху. Мне модель понравилась, но то был трикотаж. Французская выточка, несомненно, красивый элемент. Она создает элегантный силуэт. И мастера говорят, что она больше подходит к женщинам с большим бюстом. Но я не знаю, как она себя ведет на габаритной фигуре. При случае буду пробовать разные варианты. И, конечно, поделюсь с вами опытом. Может быть, коллеги толстушки уже шили наряды с такими французскими выточками? Тогда будьте добры, поделитесь мнением. Возможно, вы убережете меня от ошибок. Перенести выточку можно и в горловину, которую, думаю, надо немного увеличить. Например, одну выточку вывести куда-нибудь посерединке. Новую выточку либо зашить, либо присобрать по горловине. Эту же выточку можно перенести на середину полочки, в горловину. Тогда две выточки сведутся к центру. Будет смотреться оригинально. Перенесенную в горловину выточку можно разбить на несколько. Потом их зашить. Заложить и зашить в несколько складок. Или просто заложить и зафиксировать декоративными элементами. Или заложить немыслимым образом. Это все образцы, которые я складываю в свою копилку и планирую когда-нибудь их внедрить. Есть еще один способ переноса. Если перенести выточку в серединку полочки, можно получить лифт с вырезом хомут. Чертим линию. Разрезаем. Закрываем. После этого надо начертить новую линию середины полочки и заново отрисовать горловину. Вот у меня есть один образец. Так выглядит полочка. Правда, это решение мне не очень нравится. Мягкая ткань красиво лежит волной, но укладывать ее очень хлопотно. Дорогие зрители, если вам было полезно это видео, поставьте ему лайк. И не забудьте подписаться на канал с колокольчиком, чтобы получать уведомления о выходе всех роликов. Благодарю за просмотр. До встречи.